В Сочи прошел конгресс национального диалога с Сирией. Путин уверен, что Россия должна стать мировым лидером в военно-технической сфере. Турецкий конвой предпринял попытку войти в Алеппо. По итогам состоявшегося в Сочи сирийского национального диалога, сторонам удалось создать Конституционную комиссию, которая будет работать в Женеве и займется внесением поправок уже существующую Конституцию Сирии. Как заявил спецпосланник генсектора ООН по Сирии Стаффен Демистура, Конституционная комиссия может подредактировать или изменить нынешнюю Конституцию или написать новую. В комиссию войдут как представители правительства Сирии, так и сирийская оппозиция. По его словам, она должна начать работу в ближайшее время. Кроме того, участники Конгресса нацдиалога приняли заявления с принципами будущего устройства страны. Это в частности уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости Сирии, обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. Стоит отметить, что Конгресс начался с опозданием на два с половиной часа из-за того, что одна из делегаций оппозиции отказалась от участия, передав свои полномочия турецкой. По мнению спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева, приехавшая из Анкары оппозиционная делегация, попыталась рвать переговоры, но ей это не удалось. Президент России Владимир Путин заявил, что в эпоху бурных технологических изменений Российская Федерация должна обеспечить собственное лидерство в военно-технической сфере. Это позволит не только оснащать нашу армию и флот передовыми вооружениями, но и развивать военно-техническое сотрудничество с другими государствами, укреплять позиции России на мировом рынке современных технологий и оборонных, и гражданских. Путин также отметил, что Москва стремится к неоспоримому преимуществу в военно-технической сфере и обязательно этого достигнет. Автоколонна армии Турции вошла в сирийскую провинцию Алеппо, но вынуждена была быстро повернуть обратно под огнем ВКС России и сирийской армии. Отмечается, что турецкие войска остановились в ближайшем поселке Канатир. По данным местных СМИ, механизированная колонна двигалась от границы в сопровождении боевиков террористической группировки Аль-Каида к подконтрольному экстремистам району Эль-Эйс. Таким образом, движение турецких вооруженных сил преградило путь сирийской армии в направлении осажденных террористами исламского государства городов Фуа и Кефрая. Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Таип Радаган заявлял, что его армия может пойти за пределы Африна, где идет военная операция «Оливковая ветвь», чтобы уничтожить всех террористов Сирии, которые угрожают турецким границам.